Приветствую вас! И дело в том, что человеку свойственно сопоставлять то, что он хочет, и свои желания, цели, с тем, что он получает в реальном мире, в реальной жизни. И мы очень долго хотели, стремились к тому, чтобы быть мужчиной. И сейчас, когда он приезжает, когда он, значит, наконец-то с вами встречается, вы, как и любой человек практичный, начинаете опасаться того, а вдруг вы разочаруетесь? А вдруг он не тот, чем вы его себе представляли? Вдруг он совсем другой, обычный, не такой, как мы его видим? И так и тогда у вас будет сильное разочарование. И чтобы разочарование не случилось, ваше сознание включает регуляцию, регуляцию по равнодушию. Если мужчина, когда приедет, оправдает ваши ожидания, то думает, что вернутся вновь, а то и с новой силой. А если не оправдает, то, соответственно, ваше равнодушие, вероятно, останется с возможными перерывами на некую опустошенность, боль и так далее. И в этом случае можно сказать о том, что не стоит рисовать человеку и представлять. Не стоит рисовать человека и представлять вас вместе, потому что это идеальное мышление. Это оторванное от реального мира. И вы, может быть, даже боитесь реальности теперь, потому что это разручит ваши идеальные образы. Далее, значит, отвечаю на ваши вопросы. Ну, в принципе, со чувством конец я ответил, в зависимости от того, соответствует ли его реальный образ, образу, который вы нарисовали. Если вы не думаете о нем, значит, и он тоже потерял интерес. Нет, неправда. Человек не может читать мысли. И, возможно, то, что вы к нему потеряли интерес, и как-то стимулирует соревновательное качество мужчины. Он, наоборот, будет вас добиваться еще сильнее. Потому что, если мужчина добивает за женщину, то она для него гораздо важнее и ценнее, чем если она, например, целиком и полностью отсыта ему и готова так сказать быть с ним и быть ему прерывным. То есть, ваша реакция никак не влияет на реакцию мужчины. Если у него есть вам симпатия, если есть чувства, то они будут и вне зависимости от того, что вы испытываете, по крайней мере, в течение какого-то довольно продолжительного времени, начиная от нескольких месяцев и заканчивая годами, в зависимости от искренности его жизни. Если же у него нету к вам истинной симпатии, тогда этот интерес потеряется, но он потерялся бы и вне зависимости от того, что бы к нему ощущали. Это тоже нужно понимать. Дальше. Когда думаешь о человеке, представляя его, удерживаясь рядом? Нет. Это, к сожалению, не так. Наоборот. Удерживать рядом него не нужно. Говорят, что самый надежный способ привыкать к себе человека – это отпустить. То есть, чтобы человек был с вами по своему собственному желанию, а не по принуждению. Вот тогда отношения будут искренними. А если вы стремитесь его удержать, значит, вы даете ему что-то. И если он это что-то получит в другом месте, или у другого человека не у вас, то оно ментально уйдет. Нельзя делать так, чтобы в отношениях была некая потребность, некое-некое желание. Людей в личных отношениях всегда связывает бескорыстное желание быть вместе, делать друг друга счастливыми, уважать друг друга, ценить, принимать такими, какими они есть, и это не является удержанием. Это является свободным волеизъявлением и свободным направлением своей позитивной энергии, а также выражением симпатии и других чувств. Надеюсь, я понятно ответил на ваш вопрос. Если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо.